Продолжение следует... 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 Что, наверное, мы даже вздохнули с облегчением, когда увидели, как изменилась формулировка задания и критерий качества. Потому что и вы в сочинениях своих детей, и мы, и вы тоже, если вы эксперты, и мы ежегодно читаем, скажем так, притянутые за уши аргументы, которые не вписываются в контекст. И очень часто возникают проблемы, как их оценить. Ну, например, приведу лишь только некоторые. Князь Андрей встречался с дубом, с большой буквы, после разговора с которым его мировоззрение меняется, его жизнь тоже становится лучше. И вот эти дубы, эти озера, здесь тихие пример, который был лично у меня на проверке в сочинении, и множество других примеров, весьма оригинальных и нестандартных, наверное, тоже привели вас к выводу, что культуроведческая компетенция здесь, в общем-то, себя не проявила. И можно сказать с самого начала о том, что эти ребята, теперь ваша задача, открывая вариант, читая исходный текст, не мучительно думать, как сюда приплести Андрея Соколова, или еще телеграмму Паустовского, или других героев, которых мы, может быть, даже, которых и не читали-то, о которых читали пересказки. А этот жанр расплодился. Короткие, короткие, и маленькие книжечки. И книжки, и материалы в интернете, а все-таки внимательно читать исходный текст. Работая в апелляционной комиссии, много раз мы сталкивались с тем, что проблема, проблема коммуникативной неудачи связана с тем, что ребенок не захотел читать исходный текст, а захотел подогнать под него, его подогнать под свою домашнюю заготовку. Конечно же, прежде всего, с упором на литературные материалы. Да, те, которыми он располагал. Может быть, в качестве шпаргалки, может быть, выученной наизусть, но как бы там ни было. Теперь литературных аргументов в обязательном порядке нет. Их никто считать и выискивать не будет, потому что множество таких вопросов уже было задано с утра. В целом, нужно сказать, что модель-то осталась прежней, сочинение осталось прежним, баллы остались прежними, сместились несколько акценты. И теперь акцент делается в сочинении на работу с текстом, на внимательное его прочтение, на использование его в качестве основы сочинения. Мы сегодня попытаемся показать, как избежать пересказа в комментировании, как обосновывать свою позицию, какие типичные ошибки встречаются. Ну, в общем, это та тема, которая неисчерпаема, о которой можно говорить много. И 6 декабря я вам тоже советую посмотреть вебинар очень опытного учителя. Это уже будет несколько иной взгляд Надежды Яковлевны-Поборцевой. Опять-таки о комментарии, потому что говорить о нем можно много. Итак, почему все-таки изменилась модель и не только, вся модель ЕГЭ. ЕГЭ, посмотрите, пожалуйста, на результаты и ЕГЭ 18-го года по русскому языку. И здесь для сравнения дан год 17-й и 16-й. Вы видите, что средний балл, естественно, хорошо повысился. Это может свидетельствовать, происходить по двум причинам. Или у нас дети все стали поголовно гениальными, или работа стала легка для них. Конечно, мы научились работать, мы научились сами работать, и мы научили своих детей следовать четким алгоритмам. И я полагаю, что все-таки наши книги свою роль в этом процессе играют определенную, положительную. Но, тем не менее, модель в целом 19-го года стала немножко сложнее. Происходит это по разным причинам. Во-первых, мы выходим на ВГОС, 9-й класс уже практически вышел. Во-вторых, вы увидели, что усиливается коммуникативная направленность КИМ. А развитие части сочинения, связанной с комментированием, как раз-таки и есть коммуникативная направленность. Это усиление дифференцирующих возможностей оценки ЕГЭ. 3 или 5 баллов, разница, естественно, есть, да, и 5 баллов по комментарию способны более дифференцированно оценить работу. Ну и, наконец, самое главное, конечно, это встраивание в систему государственной итоговой аттестации. Напомню вам, что на итоговом собеседовании в 9-м классе во втором задании при пересказе дети используют цитату и встраивают ее в текст. Как раз сегодня мы поговорим о том, как встраивать примеры иллюстрации в сочинение. Дальше, задание 15.2 на ОГЭ просит подобрать примеры, не аргументы, как было в прошлом году, обращаю ваше внимание, а примеры иллюстрации. Все аргументы, о которых мы так сожалели, которые вызвали, отсутствие, вернее, которых вызвало бурю в учительской среде, они, в общем-то, остались и сохранились в итоговом выпускном сочинении, которое скоро предстоит писать нашим выпускникам. Ну и, конечно, незначительно, но, тем не менее, изменилось задание 27-е. Итак, все основные характеристики остались сохраненными, количество баллов осталось тоже в модели ЕГЭ, осталось тем же время выполнения. Теперь смотрим конкретно на задание 27-е. Мы выделили на слайде те изменения, которые произошли. Я думаю, вы, конечно же, помните формулировку прежнюю. И обратите внимание на то, что мы видим синим цветом выделены те позиции, которые связаны с критериями К2-комментарий и К4, которое прежде называлось обоснование собственной позиции. И обратите внимание на самом деле на то, что те изменения, которые произошли в комментариях, они на самом деле были запланированы уже давно. И требования двух примеров иллюстрации, естественно, были уже и прописаны уже в задании прошлого года. Другое дело, что теперь они уточнились и вербализовались. То есть нам напрямую высказали, что же должно быть, хотя каждый толковый ученик это делал. Показывал смысловое значение, значение каждого примера. И, разумеется, связь между ними, потому что как переходить от одного к другому и прочее, в каких отношениях находятся они, требования здравого смысла заставляли это делать и уже в прошлом году. Те, кто внимательно относился к этой работе. Сегодня они звучат уже как четко прописанные обязательные требования, которые подпадают под критериальную оценку. А смысловое обоснование, которое делали хорошие выпускники в хороших сочинениях, ничто иное, как, в общем, обоснование этих примеров, которое теперь прописано. И поймите, пожалуйста, что в основном-то все сделано для того, чтобы четче отследить критериальную базу, но сказать об этом детям, познакомить их со всеми изменениями, естественно, надо, если вы еще этого не сделали. Потому что они должны знать, как их будут оценивать и что в конечном продукте они должны выдать. И мы говорим, посмотрите на свою работу глазами эксперта, глазами проверяющего. Вы видите в ней те элементы, которые будет искать эксперт? Нет, эксперт их тоже не найдет. Значит, давайте исходить из того, что же нужно, каковы эти самые требования. Мы видим, как они изменились. Здесь, я думаю, что здесь очень прозрачный слайд. Итак, мы видим, как произошло перераспределение баллов, куда поднялись два балла в К2 и СК4. И как изменилась формулировка четвертой позиции. Теперь мы говорим уже не об аргументации собственного мнения по проблеме, а об отношении к позиции автора по проблеме исходного текста. И таким образом, действительно, сегодня не существует обязательного требования о привлечении литературных произведений для аргументации собственной позиции. В задании этого нет. Другое дело, можно ли это использовать, скажем об этом больше. А вот слайд очень хорош, и он взят из предыдущих, из методических рекомендаций ФИПИ, которые вы можете найти на сайте ФИПИ. И, коллеги, если вы что-то забудете, когда будете просматривать наши презентации, включите в записи наш вебинар, послушайте еще раз, потому что действительно по истечении какого-то времени нужно в памяти освежить, что означает каждый слайд. Ну, с чужой презентацией тяжело работать, поэтому действительно, посмотрите, запись остается. Можете посмотреть нашу запись нашего вебинара. Здесь мы видим основные подходы, связанные с комментарием. Что такое комментарий? По большому счету, это отклик автора сочинения на текст. Оценка прочитанного путем соотнесения содержания текста с личной точкой зрения читателя его знаниями, собственным жизненным опытом. То есть, читая текст, связывая его содержание с той проблемой, которую мы вынесли в начало своего сочинения, мы и находим два примера важных для понимания именно этой проблемы. Мы поясняем значение этих примеров, этих цитат, поступков героя и так далее. Мы увидим, что можно взять, какую информацию, как о ней говорить. И обратите внимание на стрелку, которую мы видим на этом слайде. Здесь показана общая логика комментирования. Задача комментария – связать между собой два элемента. Проблему, о которой мы говорили ранее, проблему текста, и позицию автора по данной проблеме. То есть, показать, как же автор от этого вопроса приходит к этому ответу. Показать через текст, через его анализ. Причем, гораздо сложнее это сделать автору в сочинении, если позиция автора не заявляется им вербально. Она не выражена в тексте. И вообще, любой писатель, создавая какой-либо текст художественной или публицистики, или художественной, что-то пытался сказать этим текстом. Зашифровать, может быть. И не очень выразить вербально свою мысль. И задача наша, как читателя, и задача каждого выпускника – расшифровать, дешифровать то, что было в тексте заложено. То есть, пойти путем, ну, противоположным от самого текста к замыслу, к авторской идее. То есть, проще говоря, к позиции автора. Поэтому, комментарии еще раз четко назовем. Что изменилось? Изменилось, по-прежнему осталось количество примеров иллюстрации два. Появились наличие пояснений к примерам иллюстрациям. Хотя, в принципе, как совершенно справедливо заметил Андрей Георгиевич, они и были. И указание смысловой связи между примерами иллюстрациями – это новый момент, который появился, и его надо в сочинении четко прописывать. Причем, вот наличие пояснений к примерам иллюстрации. Еще раз отмечу, замечу, что очень часто мы, как эксперты, видим эти примеры иллюстрации абсолютно не связанные с проблемой, выхваченные из текста, лишь только потому приведенные, что ребенок получил четкую рекомендацию от учителя и включить в текст сочинения два примера иллюстрации. Какие они, играют ли они роль какую-то в раскрытии всего идейного замысла, позиции автора, или не играют, ну, это его уже не волнует. Поэтому вот такое наличие пояснений к примерам иллюстрации должно остановить детей на пути выбора этих примеров иллюстрации. Они должны быть значимы, и об этом говорится в задании. Подчеркните прямо для детей эту фразу. Примеры иллюстрации значимы для раскрытия проблемы, а не случайно выхваченные из текста лишь только потому, что их надо привести. Они превращаются, к сожалению, в примеры неумения работать с текстом, а не в примеры иллюстрировать всего. Здесь мы не будем подробно останавливаться, тем более, что логику оценивания каждый может оценить, внимательно посмотрев на таблички критериев, а у нас будет схемка, где мы увидим, как же собираются эти самые пресловутые пять максимальных баллов, которые можно получить за комментарии. Но внимательное изучение таблицы критериев показывает как раз те требования, которые обозначают нам и содержание работы. А это по-прежнему все те же примеры иллюстрации, значения пояснений к ним и наличие связи между ними. Как только исчезает какой-то из этих элементов, убывают баллы, и мы движемся вниз по этой таблице. И опять же, все вот эти компоненты, то есть ли пояснение, есть ли связь и прочее. Или как ноль, к которому мы приходим, где по сути дела комментарий подменяется чем-то другим, пересказом или не опирается. Чаще всего. Чаще всего, конечно, пересказом. А вот это другая таблица, которая поможет вам четче воспринять эту информацию, сориентироваться и, в общем-то, тоже неплохо с ней познакомить детей. Оно взято также из методических рекомендаций ФИПИ. И удобна она для оценивания, она больше рассчитана, развернута к эксперту, который вот сейчас как раз проверяет работу. И поэтому учителя, которые проверяют работу учащихся по критериям, обратите внимание на эту таблицу, ее логика понятна, она позволяет быстро как раз-таки выставить соответствующий балл за работу, соответствующий содержание. Той части, которая... Ну, внимательно потом посмотрите презентацию и разберетесь в этой таблице. Итак, мы уже сказали, что, пожалуй... Сказали, что, пожалуй... Что, пожалуй, самое чистое... Субтитры создавал DimaTorzok И надо восстановить презентацию. О, это совсем близко. Листаем дальше. Вот, сейчас подходим, не спешите. Вот. Итак, пересказ. Как избежать пересказа при комментировании? Значит, комментарий, комментирующая часть, это та часть сочинения, которая демонстрирует нам, как читающий понял текст. Степень понимания, логику его размышлений, идет ли он в нужном направлении или нет. У нас сегодня будет текст, анализ текста Паустовского. И вот, как раз проверяя сочинение по этому тексту, и этот текст был как-то взят пару лет назад в демоверсии, приходилось сталкиваться с проблемой измены родине и так далее, и так далее. Как сделать так, чтобы проблема понималась правильно и комментировалась, естественно, тоже правильно, потому что фактические ошибки при комментировании допускаются очень часто. Ну, а пойти можно, естественно, анализируя по пути трехуровневой модели понимания художественного текста. Проанализировать можно абсолютно любой текст, но, повторяю, можно начинать с небольшого, маленького текста, хотя бы Анатолия Приставкина у нас и в книге он есть, и много его текстов. Таким образом, вы сначала знакомите детей с текстом и определяете содержательную информацию. Это та фактическая, фактуальная информация. Это сюжетные линии, это образы героев, которые лежат на поверхности текста. И вот если ребенок рассуждает о том комментирующей части, что делает герой, кто он, куда он идет, когда и так далее, каким образом там он поступает и ничего кроме этого, тогда и превращается комментирующая часть в обычный пересказ. Мы сегодня с конкретными примерами уже столкнемся и вы увидите это на конкретных примерах. Для того, чтобы комментирующая часть превратилась в настоящий, хороший, серьезный комментарий, нужно пойти немножечко глубже и рассмотреть не только содержательную информацию, но и концептуальную. Под концептом понимается в методике чаще всего позиция автора, авторская идея, замысел авторский. Поэтому самый основной вопрос, который должен стоять всегда при анализе текста перед детьми, почему, зачем, какова взаимосвязь, то есть установление, конечно, причинно-следственных связей между поступками героев, отношением автора, если оно вербально выражается, ну в конце концов, различными ситуациями, в которые попадают герои. В комментарии автора, которые он может давать в тексте и так далее. То есть вы посмотрите, пожалуйста, вы везде видите, что каждая колодочка эта горизонтальная начинается со слова содержательное, потому что мы работаем с текстом, мы работаем с содержанием текста. И любая комментирующая часть, любой комментарий, естественно, содержит элементы пересказа. Но если это только пересказ без какого-либо анализа, вы сегодня увидите, что такое дать анализ, то, конечно, это ноль баллов. Это вот как раз и есть пересказ текста. Чтобы его избежать, повторяю, нам нужно идти к концепту. То есть установить авторское понимание отношений между фактами, между героями, их взаимодействием. Как посмотреть, как автор представляет и показывает нам причину-следственные связи в этом тексте. Поэтому основным вопросом здесь выступает вопрос, почему, ну и может быть, зачем. Зачем герой поступил так-то, так-то. Наверное, автору это важно было. Вот это и надо проследить. И когда мы говорим о сочинении на ОГЭ, то, пожалуй, мы ограничиваемся как раз-таки этими двумя уровнями. Это содержательным фактическим и концептуальной информацией. Мы не идем дальше. Но сочинение на ОГЭ К4, вспомним теперь, без третьего содержательно-концептуально-оценочного уровня просто не может существовать. Потому что все то, что прочитает ребенок, он должен в своем сознании каким-то образом переработать и выдать какую-то свою оценку. Осмыслить этот текст с точки зрения своей уже позиции. Поэтому при комментарии, вот у нас был задан вопрос, да, утром сегодня на вебинаре, что мы вообще это комментируем-то, автор сочинения уже комментирует. Уже он работает с авторским текстом и оценивает и поступки, и слова, и действия. Опять исчезло. Нет? Все есть? Мы смотрим на вопрос. Это уже оценочная информация. Вот без нее сочинение на ОГЭ невозможно. То есть оно возможно, но с более низкими баллами. Те, кто знаком с технологией развития критического мышления через чтение письмо, помнят, что эта же информация подается в несколько иной терминологии. Там предлагают различать толстые вопросы к тексту. Что? Где? Когда? И тонкие вопросы. Зачем? Почему? С какой целью? Какой отсюда следует вывод? Это как раз вот есть те два типа информации. Причем, если первая информация четко есть в тексте, наглядно мы можем ее увидеть, то вторая требует вмешательства ученика, его анализа, его понимания. Поэтому, по сути дела, каждый... Вообще вообще невозможно. Да, конечно. Поэтому, по сути дела, как только исчезает одна вот эта линия в комментарии, комментарий перестает быть комментария. И нам говорят, у вас нет фактологической информации, комментарий не опирается на текст. Эксперт ставит ноль. Или у вас есть только текст, но нет вашей интерпретации. Вы пересказываете, а не комментируете. Таким образом... Этакий. Только удачное сочетание вот этих двух моментов, этих двух магистральных линий комментариев оставляет комментарии. Он, собственно, позволяет создать грамотный комментарий. Да, и вообще в основе этой трехуровневой модели, которую, в общем-то, психологи создавали, лежит, конечно, пирамида Бенджамина Блума. Вот если заинтересуетесь, посмотрите, сравните, и, в общем-то, она может помочь вашей методике. Тут есть вопрос о техниках, стратегиях и приемах, коллеги. Но в книжке нашей это есть. Да. О пособии мы обязательно покажем. Там все обложки, сочинение на ЕГЭ, курс интенсивной подготовки. Новое издание с красным квадратом. Сегодня вы его, обложку его вы увидите. И там последовательно, от самого начала, как выявить проблему, сформулировать и далее, далее, далее. То есть мы не ставим задачи с самого начала сегодня вести этот разговор. Мы сегодня о наболевшем, о комментарии и об обосновании собственной позиции. Итак, нам нужно касаться текста, нам нужно приводить примеры из текста. Какими могут быть эти отсылки к тексту? Это могут быть ссылки на номера предложений. На мой вкус, это самый неудачный прием. Наталья Аркадьевна может возразить. Но мне все-таки кажется, что даже в этом примере, главная отсылка к тексту, это не номера предложений, а это все-таки цитата того слова, которое повторяется, отсылка к слову. И что подчеркнуто в этом фрагменте сочинения? Подчеркнута фактуальная информация, что мы взяли из текста. А затем уже идет, что мы об этом говорим. Почему мы это взяли из текста? Почему это важно? Какое это имеет отношение к проблеме? Итак, автор стремится достучаться до читателей, трижды повторяя слово, одумайтесь в таких-то предложениях. Этот призыв должен заставить каждого из нас изменить отношение к природе. И на мой взгляд, все-таки не должен ученик написать. Обратите внимание на предложение 11 и ничего о нем не сказать. А дальше вот в нем автор... В этом вообще никто не говорит. Просто указать номер предложения, это совсем не годится. На мой взгляд, это можно только в 15.1, в 9 классе. Не только, не только. Это можно сделать еще и тогда, если достаточно большой фрагмент задействован в качестве основы, из которой взят пример иллюстрация. Тогда об этом можно сказать. Но может быть тогда лучше использовать косвенную речь? Вот сейчас мы к ней подойдем. И, естественно, содержательно. Не пустые отсылки к номерам и так далее. А содержательными будут отсылки к тексту, связанные с цитированием. Используем ли мы прямую речь, полностью сохраняя стиль автора и содержание его слов? Используем ли мы косвенную речь, перестраивая грамматическую конструкцию? В любом случае, способ обращения, построения комментария один и тот же. Мы процитировали какой-то момент важный, с нашей точки зрения, для понимания проблемы. И затем мы эту цитату начинаем раскрывать, разворачивать, пояснять, как мы ее понимаем. Пояснять, в конце концов, что, с нашей точки зрения, хотел сказать автор. Здесь уместны слова, я думаю, мне кажется, смягчающие категоричность собственных суждений. Но так или иначе, модель именно такая. Мы процитировали слова Амнашвили, и дальше мы, развивая логику автора, присоединяясь к нему, поясняем, что, какое содержание вкладывается в эту цитату, да, и так далее. Как это связано с проблематикой. Да, конечно, цитата не должна занимать 50-70 слов по объему своему. И здесь... Ее всегда можно сократить. Конечно. И на это мы тоже должны обратить внимание, как это обозначается. Как обозначается. В книге у нас целый парад посвящен как раз проблемам цитирования. Потому что, действительно, здесь есть проблемы. И вообще, вспомните про итоговое собеседование. Там тоже цитирование используется, включение цитатов. И вы увидели на предыдущем, будьте любезны, предыдущий слайд, что здесь уже появляется, и, по-моему, на том слайде, который был до него, здесь уже появляются так называемые скрепы, клишированные элементы, которые помогают нам организовать текст. Выстроить текст, выстроить текст, логически связано его изложить. Конечно, мы не будем проводить дискуссию о том, хорошо это или плохо, клишированные фразы, клише. Мы придерживаемся той точки зрения, что они должны быть, потому что именно они организуют текст. Это вводные слова, которые назвал Андрей Георгиевич. Это естественно, вот посмотрите здесь, действительно, конечно, с моей точки зрения, это могут быть целые предложения. Вот именно они помогают ввести к этому примеру иллюстрации как раз-таки смыслового пояснения. Здесь появился вопрос, скажите, пожалуйста, это пример с пояснением? Да, безусловно. И обратите внимание, здесь подчеркнута фактуальная информация, что мы взяли из текста, а за ней мы начинаем пояснять, почему мы это взяли из текста, какой смысл имеет эта фраза. И поэтому, если вы ставите ноль своему ученику, потому что он не комментирует, а пересказывает, возьмите его тетрадку и подчеркните все, что он взял из текста. И вы увидите, это будет ему понятно, почему, что осталось. Сухой остаток. И, соответственно, вот это будет простейшее объяснение, почему именно так. Мы же вам таблецу сейчас показали, трехуровневая модель понимания текста, А сейчас это вот ружье, которое висело ранее, выстрелило, поэтому показываем подчеркиванием, что это как раз-таки информация фактуальная. Во втором примере, при косвенном цитировании, вы видите ту же самую скрепу, вот вводящую этот пример, иллюстрацию в пояснение. Конечно же, очень важно и так далее, и так далее. И мы, по сути, своими словами пересказываем. У нас вопрос там промелькнул. А чем же тогда это отличается от позиции автора? Мы комментируем. Мы к ней идем. Мы берем только частности. Все примеры иллюстрации берут отдельные аспекты, отдельные элементы, целой большой мысли, к которой мы придем в конце. Поэтому, естественно, мы придерживаем основную мысль, широкую формулировку до следующего абзаца, там, где будем уже приводить. Вот помните такую синюю красивую большую схемку? Проблема комментирования позиции автора. Вот позиция автора как раз-таки это логический вывод из всей комментирующей части. Вы должны к нему подойти. Вы должны так показать свое понимание текста, ваши дети должны показать, чтобы логически, вот как вывод, как заключение была позиция автора. И еще один элемент, пример понятный, ребята. Можно взять, собственно, событийную часть, фабулу, конкретный поступок героя, чтобы дальше его объяснить, как это связано с проблемой, в чем значимость его и так далее. Виктор Астафьев изображает мальчишек, которые спасают гусей, попавших в ледяной плен. Фактически это фабулы рассказа «Гуси в полынье». Это и есть фактическая информация. А дальше мы объясняем, почему мы об этом сказали. Не просто, чтобы пересказать. В этом поступке не на словах, а на деле проявляется забота о наших братьях меньших. Действительно, далеко не каждый способен рисковать собой ради животных. И еще маленькая реплика. Часто по этому тексту ребята пишут, Астафьев спасал гусей на институте. Конечно, конечно. И всякий раз мы говорим, ребята, может быть, кто знает. Но можно сказать одно, что герой рассказа, мальчик, конечно же, не автор. Это герой, повествователь, рассказчик. Ну, это отдельный вопрос. Ну, в конце концов, это фактическая ошибка. Поэтому, естественно, мы тоже об этом должны помнить. И обратите внимание на эту схему. Внутри комментария каждый эксперт, и вы, проверяя сочинение ребят, будете искать пять элементов. Первый пример пояснения к нему. Второй пример пояснения к нему. Связь к нему, связь между примерами. И вот эти пять элементов, если мы их находим, если они действительно в сочинении есть, позволяют нам поставить пять баллов. За что ставится четыре балла? Когда вы внимательно посмотрите таблицу для экспертов, вы увидите, пропадает один из элементов. Например, не указана связь между примерами, хотя есть два примера и пояснения каждому. Или есть два примера, есть связь между ними, но нет пояснения к одному из примеров. Соответственно, уже ученик получает четыре. Там дальше несколько варьируется эта арифметика, но в целом, на максимум, именно эти пять элементов должны присутствовать в комментариях. Да, но, коллеги, примеры обязательно должны быть значимы для раскрытия проблемы. Не просто вот далее и так далее. А можно вернуться еще к предыдущему? Андрей Георгиевич, вот у нас связь между примерами дается после первого, я так понимаю. Может этот кружочек центральный занимать другую позицию? Схема это схема, она лишь обозначает наличие определенных элементов и взаимоотношения между ними. Но мы дальше будем говорить о том, что на самом деле есть различные возможности, различные позиции там, где мы будем говорить о смысловой связи между примерами. И вот отсылаем вас к развороту нашей книги, итоговое сочинение на ЕГЭ. И здесь есть те самые клише, те самые конструкции, которые позволяют построить сочинение, подсказать ребятам, что, как вести информацию. Причем обратите внимание, эти конструкции пусты. Это лишь возможность создания текста. Они должны наполниться смыслом, когда ребята будут их использовать в своих работах. Это только скрепы, связки. Поэтому сами по себе они неплохи и нехороши. А уж насколько удачно они будут использованы учеником, вот тогда мы сможем сделать вывод, насколько... Когда мы прочитаем реальное сочинение, и вы прочитаете, и вы увидите, есть ли там отношения противопоставления, действительно ли автор противопоставляет каких-то героев, какие-то события, есть ли там причинно-следственные связи, дает ли в каком-то предложении автор ответ на вопрос, поставленный им же, допустим, в другом предложении, и так далее, и так далее. А вот Наталья Аркадьевна как раз и стала говорить об этих смысловых отношениях между примерами. Обратите внимание, где мы можем найти аналогию, понятную нам, филологам-лингвистам? Прежде всего, проведите аналогию между смысловыми отношениями в структуре сложного предложения, где вы увидите отношения противопоставления, сопоставления, причины, следствия, уступки. И посмотрите, как это работает в самом сочинении. Конечно же, самая яркая, самая очевидная стратегия противопоставления, антитезы, особенно когда сам автор в своем тексте противопоставляет какие-то элементы героев и так далее. Противопоставляя эти примеры, этих героев, эти позиции, автор показывает. Или же мы сравниваем эти какие-то два момента. Причем не обязательно автор, а мы можем сопоставить отдельные элементы текста. То есть, с одной стороны, эти смысловые отношения могут быть заданы самим текстом, и это в приоритете. С другой стороны, наше движение по тексту тоже формирует те смысловые отношения между примерами, которые мы взяли. Конечно, важно, чтобы они логику текста не нарушали. Безусловно. Причина. Что стало причиной этих событий, этих поступков? Об этом автор пишет далее. Такой переход от одной мысли к другой, от одного примера к другому. Эти рассуждения приводят автора к выводу о том, что это еще не позиция автора, это рассуждение внутри текста, это отдельная взаимосвязь отдельных аспектов проблем. Причем посмотрите, вот там, где причина. Об этом автор пишет далее. Причиной этих событий. Вот эта фраза, связующая между примерами, может быть, после двух примеров дана. А следствие вывод также, после первого, между прочим, да, я неправильно сформулировала. А следствие вывод, вот эта фраза может быть дана, это рассуждение приводит автора к выводу о том, уже после второго примера иллюстрации. И вообще я, когда только-только появилась проект демоверсии, это демоверсия, первое, что пришло в голову, когда мы разговаривали о том, как устанавливать эти смысловые связи между примерами, первое было задание второе модели ЕГЭ, где в тексте, в маленьком из трех предложений состоящем, нужно было в прошлом году выписать одно слово из пяти, а в этом году подобрать самостоятельно. Что мы делали прежде всего? Мы устанавливали смысловые отношения между предложениями, чтобы понять логику рассуждения, и чтобы понять, какое слово было пропущено, указывающее на причину ли, противопоставляющее ли, и так далее. Вот практически аналогично. Отвечая на вопрос, который только что появился, можно еще раз высветить его? Связь между примерами, означающая вывод следствия, не есть ли позиция автора? Конечно же нет. Это взаимоотношение двух мыслей внутри комментария, а общий вывод, естественно, мы придерживаем до того, как. Но она может эту связь привести, она должна привести. Она будет соотноситься, конечно же. И соотноситься. Это будет отдельный элемент, из которого будет строиться вот этот пятый, шестой элемент. Где обозначать связь между примерами? Вот где может располагаться этот кружочек, который вы видели на предыдущей свете? Можно увидеть три случая. Два из них кажутся нам более яркими и заметными. Первый, маркированная позиция начала. Мы можем начать комментарии... Заметная для эксперта. Да, понятная для эксперта, заметная, безусловно. Мы можем начать комментарии с того, что мы четко оговорим, как соотносятся наши примеры. Размышляя над проблемой... Писатель, кстати, почему бы не размышлять над проблемой? Да. Писатель противопоставляет двух героев, каждый из которых воплощает в себе разное отношение к жизни. И все, и уже понятно, вот один герой, вот второй. Они различны, мы покажем между ними различия. Чуть слабее, менее заметно для эксперта, скажем так. Это указание на связь при переходе от первого примера ко второму. Для сравнения обратимся к другому примеру. Или тоже противопоставление может быть указано и здесь, как и другие все случаи. Вот этому примеру можно противопоставить... Да. И это тоже связь. Тут, конечно, другое дело уже внимательность эксперта. Это не к ученику вопроса, а к эксперту, который должен это увидеть. Это как повезет. Сильная позиция, наверное, самая сильная позиция, которую уж точно не пропустишь, это финал, итог, комментарий, я, конец комментария, где мы подведем итог. Оба приведенных примера, дополняя, предположим, друг друга, позволяют увидеть, позволяют понять и так далее, и так далее. Коллеги, самое неудачное, что может сделать ученик, это написать. Первый пример такой, и, а значит он то-то. Второй пример сякой, и значение его такое-то. Потому что все-таки мы пишем связный текст. А еще можно пронубровать тогда уж что-то. Но мы пишем сочинения, а не рубленные ответы на вопросы. Поэтому мы и выстраиваем логику. С одной стороны, ориентируясь на те требования, которые сформулированы в критериях, в заданиях. С другой стороны, мы помним, мы пишем связный текст, мы пишем сочинение. Поэтому, естественно, логику его выстраиваем. Первым аргументацией было, на заре появления ЕГЭ и проверки ЕГЭ, было сочинение, которое я лично читала. Когда ученик подошел к аргументирующей части, он сделал отступ необходимый и написал. Первый аргумент, точка. Лев Толстой, война и мир. Отступ, абзац. Второй пример, второй аргумент. Лев Толстой, война и мир. Ну, вам же все понятно было. Итак, давайте поясним сказанное на конкретных примерах, работая уже с определенным текстом. В качестве первого примера мы взяли текст Ивана Ильина о дружбе. И логика текста, она сама предполагает, ориентирует нас четко даже на логику комментирования. Потому что в начале текста автор говорит о том, что, увы, к сожалению, сегодня понятие дружбы размыто и подменяется людьми всякими эрзациями. И он приводит эти примеры. И сам Ильин строит на антитезе, собственно говоря, свой текст. Он говорит, бывает дружба лести, дружба тщеславия, дружба протекты, дружба злословия, даже дружба собутыльничества. Один берет другого взаймы и оба считают себя друзьями. И это не настоящее отношение. Это нельзя назвать дружбой, пишет автор. Это временные отношения, когда люди сталкиваются и отскакивают друг от друга, как бильярдные шары, оставаясь, по сути дела, одинокими. И предпоследние и последние абзацы, противопоставленные к началу текста. Но, и посмотрите, начинает тот самый Ильин с протерительного союза. Но истинная дружба проламывает это одиночество, преодолевает его, освобождая человека к живой творческой любви. На свете есть только одна единственная сила, способная преодолеть одиночество человека. Эта сила есть любовь. Итак, мы понимаем, что у самого автора логика построения текста, антитеза лежит в основе текста. Почему бы нам не сохранить его логику комментирования? Как это может выглядеть сочинение? Обратите внимание, у нас раздерганный текст. Он разбросан по отдельным строчкам схемы. И это только часть, только комментарий. То есть мы опустили формулировку проблемы, и мы опустили формулировку позиции автора. Вы это можете найти в нашей книге сочинения на ЕГЭ. Вот как раз в обновленной части, где мы как раз приводим эти конкретные примеры. Размышляя над проблемой дружбы, автор описывает отношения между людьми в современном обществе. Ильин с грустной иронией пишет о дружбе злословия, дружбе преферанса и даже дружбе собутыльничества. Люди сталкиваются друг с другом и отталкиваются подобно деревянным шарам. Мы касаемся текста, мы берем ключевые слова из текста, но даже здесь есть момент оценки с грустной иронией. С одной стороны, то есть мы не просто пересказываем, мы здесь уже даже в эту часть задачи, которая подтянуть информацию из текста, уже проводим линию в дальнейшем к интерпретации, к объяснению. Хотя касаний текста здесь очень много. Посмотрите, они все закавычены. Уж пусть лучше ребенок в кавычке заключает то, что те примеры, которые он берет из авторского текста. Да, и это не ведет экспертов в заблуждение. И тем более, что у автора очень часто допускают грамматические вольности и многое другое, когда они в кавычках, эксперт понимает, что это не ученик. Эти примеры, поясняем мы, показывают, что в настоящей дружбе многие предпочитают кратковременные бездуховные отношения, которые не сближают, а разъединяют людей. Заметьте, в этом сочинении, в этом фрагменте, смысловая связь идет в серединке между примерами. Что же можно противопоставить трагедии всеобщего одиночества? Автор дает ответ на этот вопрос. То есть, опять-таки, мы помещаем здесь в середину, потому что мы следуем авторской логике развертывания текста. По его мнению, на свете есть только одна сила, способная преодолеть одиночество человека. Эта сила есть любовь. Цитата. И пояснение к ней. Так Иван Ильин убеждает нас в том, что только истинная дружба, основанная на духовной близости, на любви к ближнему, поможет людям найти духовную общность и победить одиночество. И вот здесь, Наталья Аркадьевна, уже нужно говорить, уже много было вопросов об абзацном, членении, комментарии. Один или два или три, сколько же? Вот излюбленный вопрос, самый частотный вопрос, который нам задавали до вебинаров утреннего, задаете вы сейчас. Коллеги, вопрос, сколько абзацев должно быть в сочинении вообще и в комментирующей части частности, определяется, естественно, самим текстом исходным. Но если говорить о сочинении, то, конечно, проблему вы желательно выделяете с отдельного абзаца. Комментарии вы можете разбить на два абзаца, а можете написать в одном позицию автора. Лучше всего дать с красной строки и обоснование следом, которое может быть вместе с позицией автора, обоснование позиции автора сочинения. И, конечно же, не помешает вывод заключения, который непременно должен следовать с красной строки. А вот что делать с комментарием? Сколько абзацев должно быть здесь? Вот в том комментарии, который вы видите сейчас на этом слайде, вполне можно его разбить на два. Почему? Потому что, вы согласны? Безусловно. Почему? Потому что он достаточно большой. Вы же поймете, коллеги, что теперь комментирующая наша часть сочинения расширилась, потому что уменьшилась часть К4 оцениваемая. Следовательно, и здесь будет больший объем и больше предложений. С другой стороны, здесь есть еще одно основание для того, чтобы выделить второй абзац в комментарии. Это как раз смысловая связь со вторым примером. Что можно противопоставить? Это вся логика текста Ильина, который тоже не Ильин текст, его, конечно, разбит, собственно говоря, на две контрастирующие такие части. Это начало новой мысли, естественно. Это начало нового примера. И раз они противопоставлены, логично их разделить, показать это при помощи абзацного отступа. Так, еще вопросом или идем дальше? Итак, давайте посмотрим еще один пример. Текст Константина Георгиевича Паустовского «Акварельные краски». В свое время, не так давно, он был у нас и в демонстрационном варианте, немножко в другом исполнении. И, соответственно, он многим знаком. Напомним, содержание текста. В этом тексте главный герой, Берг, мы видим его художником, его отношение к родине и к творчеству. Когда при Берге произносили слово «родина», он усмехался, не замечал красоты природы вокруг, не понимал, когда ему говорили, вот отобьем родную землю, напоим коней из родной реки. Трипотня, мрачно говорил Берг, у таких, как мы, нет и не может быть родины. «Эх, Берг, сухарная душа», – с тяжелым укором отвечали ему бойцы. «Ты землю не любишь, чудак, а еще художник». Может быть, поэтому Бергу не удавались пить даже. Итак, обратите внимание, дальше разворачиваются события следующим образом. Мы помним, что друг приглашает Берга погостить у него в муровских лесах. И Берг довольно долгое время проводит домики в лесу. Даже краски с собой не брал, работать не собирался, бросил на всякий случай акварель. И впервые увидел лес. Впервые увидел лес, который из осени, простите, из лета переходит в осень. Это буйство красок, которое хотел запечатлеть на своих рисунках. Напряженно работал. Хотел все это передать великолепие этих лесов, умирающих величаво и просто, так появился первый пейзаж, выполненный акварельными красками. И спустя время Берг осмысливает все происходящее, вспоминает слова, когда-то с укором обращенные к нему, и мыслит о себе, о том, что произошло с ним. Берг знал, что теперь он связан со своей страной не только разумом, но и всем сердцем, как художник. И что любовь к родине сделала его умную, но сухую жизнь. Теплый, веселый, во сто крат более прекрасный, чем раньше. Ключевые слова текста на поверхности. Любовь к родине. И ни один ученик мимо них не пройдет. Все, большинство увидели, как и прочее. И здесь можно выделить две магистральных линии. Одна, это вопрос, как в человеке пробуждаются чувства родины. И вторая, что является вдохновением для художника. Нам была интереснее вторая линия. Мы попытались, отталкиваясь от нее, построить примерно работу. Должны ли мы любить родину, написано было в одном из сочинений по этому тексту. Многие воспротивятся и фыркнут носом. А мне нравится фраза, любовь к родине сделала Берга теплым и веселым. Да, да, безусловно. А очень часто повторялась. Итак, формулировка проблемы. Что является источником вдохновения для художника? Над этой проблемой предлагает своим читателям задуматься Константин Полстовский. Кстати, эта проблема была сформулирована в очень незначительном количестве сочинений. Все же писали о родине. Или о предательстве родины, когда журавли улетали, они ее предали. Да, там есть эта мысль, она причудливо отзывалась в ученических работах. Итак, начинаем комментировать. Первый пример иллюстрации и пояснение. Писатель изображает художника Берга, человека равнодушного к родине и красоте ее природы. А обратим внимание, было очень много работ, которые вот в этом абзаце начинали со слов «Берг не любил родину». И всякий раз говоришь, ребята, обратите внимание. Да, эксперт так же, как и вы, читал исходный текст. Но ваша задача показать логику развертывания мысли. Кто такой Берг? Вы еще ни слова о нем не сказали. Скажите сначала о том, что это герой. А потом уже разворачивайте информацию. Мы используем здесь цитату. Конечно, не случайно упоминание о том, что Бергу не дуались пейзажи. Почему не случайно? Поясняем. Так автор показывает значимость чувства родины для творческой работы художника. Невозможно создать произведение искусства, оставаясь равнодушным к тому, что ты изображаешь. И второй пример иллюстрации. Мы показываем, как изменяется герой. Собственно говоря, и здесь мы видим противопоставленные элементы. Берг до известных событий и после, как он изменился. И можно ли, как вы считаете, вот второй пример иллюстрацию дать с красной строки? Естественно. Посмотрите на его объем и посмотрите на смысловые отношения между этими двумя примерами. Вот здесь вполне допустимый абзац. Но вот на наших глазах происходит преображение героя. Оставшись наедине с природой родного края, Берг впервые ощутил ее красоту. Начал напряженно работать, чтобы передать в рисунках, цитируем, все то, что дрожало на сердце. Изобразить великолепие этих лесов, умирающих величаво и просто. Мы подчеркнули то, что процитируем. Мы видим, как красота природы пробудила в художнике чувства родины и вдохновила на творчество. И вот последняя страза, вот предыдущая, она по сути подводит нас к чему? Позиция автора. Да, безусловно. Но мы же еще не говорили об этой связи. Да, сейчас. Мы это, естественно, пропишем. Приведенные примеры позволяют увидеть героя в развитии и показать процесс становления его личности, изменение отношения к миру и творчеству. Вот что мы хотим сказать. На слайдах раньше мы показали самые широкие отношения. Густо мазками намечены. Противопоставляется, поставляет и так далее. Но они могут быть более тонкими, связанными с содержанием конкретного текста. Как именно соотносятся они друг с другом. Не только, что они противопоставлены, но и как контекст рассказа они позволяют мысль авторскую передать. Поэтому, естественно, это могут быть и более тонкие отношения. И уже позиция автора далее. Таким образом, автор приходит к выводу. Источником вдохновения для художника может быть родная природа, которая помогает по-новому посмотреть на мир и понять свое место в нем. Тем более, что мы здесь должны вспомнить, какой вопрос мы задали. Что является источником вдохновения для художника? Мы здесь четко отвечаем на этот вопрос. Потому что проблема и позиция автора должны быть четко связаны. На этом слайде мы видим типичные коммуникативные неудачи учеников. Что-то пошло не так, как часто. Эту фразу мы в интернете сталкиваемся и так далее. Типичные ошибки комментирования. Реже встречаемся мы с первой, когда комментарий не опирается на текст. Когда ученик просто рассуждает, следуя за логикой автора и в принципе в русле логики автора, но абсолютно не касаясь текста. Эксперт говорит, комментарий не опирается на текст, это грубая ошибка и ставит ноль. А гораздо чаще мы сталкиваемся со вторым моментом, когда комментарий подменяется пересказом. Когда ученик даже не избирает ничего из текста. Он просто подробно говорит, вот он Берг, вот он Родину не любил, а потом в лесу приехал, полюбил и пересаж нарисовал. Третий момент, приведены неподходящие примеры. Об этом мы говорили с самого начала. Ученики убеждены, я это написал, я такой привел пример. Но они незначимы. Да, этот пример действительно связан он с проблемой или он выхвачен случайно, потому что понравилось. Красиво автор говорит. Вот здесь действительно перед экспертами будет стоять большая проблема. Как разграничить пересказ, отдельный конгломерат, мы не связаны друг с другом, мысли, цитат, выписок и так далее. Найти обоснование, установить связь. Насколько действительно они связаны с проблемой друг с другом и прочее. Какова здесь работа ученика, насколько она осмысленна. Потому что осмысленность комментариев это то, что должен проверить эксперт. Ну и две последние группы ошибок как раз связаны с теми изменениями, которые мы в 2019 году увидим. Это примеры без пояснений и с отсутствием связи между ними. И здесь мы набросали вот таких примеров, вы можете сами с ними ознакомиться. Тут пример, когда ученик совсем не приводит примеры из текста. На следующем слайде он нам просто пересказывает событийную часть. Вот здесь как раз отдельные мысли есть и они связаны с проблемой, но никак не раскрываются. Есть фраза, не случайно писатель упоминает о том, что Бергу не удавались пейзажи, но эту мысль он не раскрывает никак. А далее цитата. Причем хитрость в том, что цитата на самом деле началась раньше, чем ученик поставил кавычки. Но цитата никак не поясняется, поэтому естественно тут придется поломать голову эксперту, что же ставить за такой комментарий. А вот этот слайд показывает печальное развитие событий, когда ученик не заметил, что у него произошел логический скачок. Он заявил одну проблему, проблему вдохновения, а дальше стал писать о любви к родине. Это проще, это понятнее и прочее. Но, к сожалению, когда проблема прокомментирована другая, не заявленная автором, эксперт обязан поставить ноль. Это четко прописано в критериях оценивания задания процесса. Ну и, наконец, несколько слов мы скажем о критерии К4, как он сейчас звучит, покажем вам. Ну и покажем, какие же можно использовать материалы в этой части сочинения. На чем должно быть основано мнение автора сочинения об отношении к авторской позиции. Ибо, ибо, цитирую из сочинения. Текст классика закрепил мою позицию, и я считаю, что наш с автором взгляд на родину правелен. Вот вам, пожалуйста, позиция автора. Или в литературе есть немало примеров, подтверждающих мою и автора позицию. Прекрасно. Прекрасное единение автора и автора сочинения. Прекрасное единение автора сочинения с автором текста. Итак, обратите внимание на то, что здесь ключевые слова. Слово выразил свое отношение к позиции автора и обосновал его. Выразил, сформулировал и обосновал. То есть все-таки слово обосновал осталось. Обоснование это по сути в свое дело подкрепление мысли. И синоним слова аргументация. Конечно. Безусловно. Чем можно обосновать? Обратите внимание, что значит обосновать какую-либо мысль. Суждение. Это означает привести другие, логически связанные с ним суждения, подтверждающие нашу мысль. То есть ученик должен строить рассуждение. Включит ли он в это рассуждение примеры собственного опыта, примеры из литературы. Или обойдется обобщенными примерами из жизни. Это его право. Это различные возможности для построения комментария. И вот тут мы приходим к ответу на вопрос. Нужно ли использовать, скажем так, можно ли использовать художественную литературу? Да, разумеется. Как часть. Но больше одного балла ребенок все равно не получит. И опять же, как часть своего рассуждения. Не просто пересказывать нам фрагменты из Достоевского, Гоголя или кого бы то ни было. А включая примеры поступков героев и так далее. В свое рассуждение, вплетая их в ткань своего рассуждения. Поэтому здесь действительно от ребенка требуется, от ученика, текст рассуждения, где он будет объяснять, почему, почему он так относится, почему он согласен с автором. Или же, ну, редкий случай, когда он не согласен. И все это поможет ему только лишь обосновать свою собственную позицию, а не концентрировать все основное внимание именно на литературном, например, аргументе. И как, еще раз обратите внимание, то же самое ученику нужно будет сделать, только обязательно уже с опорой на литературный материал, в итоговом сочинении. Но и в итоговом сочинении не ставится задача пересказа каких-то фрагментов художественных произведений, а ставится задача при ответе на вопрос, при рассуждении, построении текста рассуждения, опять же, использовать свои аргументации, примеры из литературного произведения. Мы, еще раз подчеркиваем, понимаем, что сегодня в сочинении на ЕГЭ максимальный балл один можно получить и без привлечения художественных произведений. Итак, посмотрите на конкретные примеры. Мы видим рассуждения, в принципе, с опорой на собственный читательский опыт, но не с пересказом книг, которые ты прочел, а в целом с рассуждением о роли литературы книги в жизни человека. Даже использование знакомых авторов сочинений фамилий, имен, названия произведений, то есть весь этот прецедентный для него, прецедентная для него основа, конечно, несомненно украсит эту часть сочинения. Как и украсит эту часть сочинения К4, использование пословиц, поговорок, использование крылатых фраз, например, их вполне можно запомнить, потому что у каждого есть такой банк в прошлом, теперь уже аргументов. И они и ценны тем, что они сжимают мысли, а не афоризмы, потому что перед нами не ставится задача развернутого, вот именно большого рассуждения. Они как раз вот здесь очень уместны, потому что афористично выражают сложные мысли. Подводя некоторые итоги всего, что мы сказали, можно выделить следующие шаги в работе с текстом. Итак, шаг первый. Читая исходный текст, определите, над каким вопросом размышляет автор и как он на этот вопрос отвечает. Так вы найдете проблему и соотнесете ее с авторской позиции. Мы все равно будем держать ее в центре внимания. Шаг второй. Прочитайте исходный текст, найдите два примера важных для понимания проблемы, поясните значение этих примеров, укажите смысловую связь, пропишите, да, вот эту самую смысловую связь между ними. Так вы получите комментарий, который будет располагаться между проблемой и позицией автора. И шаг третий. Еще можно до третьего шага, коллеги? Не забывайте работать с ключевыми словами. Если вы сформулировали вопрос, а это и будет проблема, и нашли ответ на этот вопрос, который автор дает, прямо ли, косвенно ли, имплицитно, то вот поработайте с теми ключевыми словами, которые вы там обнаружите. И вот поиск этих ключевых слов в тексте как раз-таки поможет прописать хороший комментарий. То есть поможет выбрать не случайные, надерганные фразы, а поможет встроить эти примеры иллюстрации в развитие мысли. Шаг третий. Мы уже сформулировали позицию автора, мы уже думали о ней. Сейчас подошло время ее записать после комментария. Шаг четвертый. Сформулируйте собственную позицию и обоснуйте ее. И если вы чувствуете, что вы еще не завершили сочинение, нет последнего аккорда, подводящего итог, шаг пятый. Напишите заключение. Коллеги, конечно, за такое короткое время рассказать все о комментарии невозможно, поэтому мы предлагаем вам еще один вебинар 6 декабря о комментарии. Он будет очень интересным, потому что у Надежды Яковлевны очень большой собственный опыт. Мы будем рады, если вы поделитесь с нами своими соображениями, пришлете, например, сочинение, написанное вашими детьми или вами, по тем текстам, которые представлены в нашей новой книге «25 тренировочных вариантов». Вы видите, если на книге есть вот такой красный квадратик, почти как у Малевича, или на следующей книге сочинение на ЕГЭ, это значит, что книги написаны в полном соответствии с новой демоверсией, в отличие от следующей книги «Тематический тренинг», которая написана по текущей демоверсии. Однако здесь вы можете найти как раз-таки вот те бесценные афоризмы, крылатые слова, пословицы, поговорки по 25 проблемам, потому что здесь анализируется 25 текстов. Не забудьте о том, что у всех грядет скоро, в недалеком будущем, итоговое выпускное сочинение. И в новой книге Андрея Георгиевича Ирины Станиславовны как раз-таки рассматриваются новые направления этого учебного года. Линия, которая дополняет все книги для подготовки к ЕГЭ, это нормы, поскольку теперь у нас вся модель сконцентрирована в основном на нормах, и справочники. Также линия для подготовки к ОГЭ, а у ГЭ модель не претерпела, к счастью, изменений, кроме формулировки 15.2, примеры и иллюстрации. Вы видите, мы встраиваемся в единое... В единое... Поле. Поле. Смысловое. Да, в единое терминологическое пространство. Ну и близок тот день, когда выйдет итоговое собеседование на ОГЭ, следите за рекламой на сайте новинками. Вот в недалеком будущем, через неделю мы сдаем его в типографию, это пособие новое. Дальше. Средства выразительности на ЕГЭ и ОГЭ. Книга, которая поможет вам и при подготовке девятиклассников, и, естественно, при подготовке выпускников. И, между прочим, для, окажет помощь подготовке к итоговому выпускному сочинению. Во втором издании мы добавили при упражнении тестовые задания тренировки. Это наша линия ВПР 5-6, потому что 7 класс еще не вышла в спецификации. И итоговые работы, которые помогут вам провести мониторинг в средних классах. И линия пособий по литературе. ОГЭ мы начали издавать с прошлого года. ЕГЭ по новой демоверсии 15 вариантов. И вневременные тематические тесты для 10 и 11 классов. Не забудьте о том, что по всем предметам, на все пособия вы можете получить скидку 30% при заказе в интернет. С помощью этого промокода, который вы видите на экране. И, конечно, последняя страничка, это наши электронные адреса Андрея Георгиевича и Мой, и Легионовский. Мы, естественно, очень рады всем вашим письмам. Мы отвечаем на них постоянно. Пишите, присылайте сочинения, спрашивайте. Мы можем вместе на очередных вебинарах обсудить все вопросы, которые у вас возникнут. А вопросы возникнут, потому что вы только, собственно говоря, начали готовить своих выпускников по измененной спецификации и демоверсии. У нас есть еще вопросы? Можно ли в качестве аргумента использовать? Да, пожалуйста. Почему бы нет? Здесь только есть опасность большая. Использование вообще литературных источников в качестве аргументов. Во-первых, уверен ли ребенок, что он правильно процитирует и расставит знаки припинания. Вот передо мной как раз листочки выдержки из сочинений, откуда я приводила примеры. Хаты в ризах, образа, вот запятые туда поставила дитя. Вот, поэтому тут кроются, имеются большие подводные камни. Конечно, можно. Это нужно делать правильно, толково. Умело и если абсолютно уверен выпускник в том, что он процитирует правильно, использует по назначению, а не притянет за ушки только лишь для того, чтобы создать красивый фрагмент своего сочинения. Ну и расставит знаки припинания, естественно. Вопросов нет, благодарность. Еще вопросы у нас есть? Спасибо, дорогие коллеги. Мы желаем вам успехов, пользуйтесь нашими пособиями, мы всегда рады помочь вам, что мы, собственно говоря, и делаем, потому что вооружаем вас методикой, а не только учебно-тренировочными вариантами. Вот здоровья вам и успехов. И у меня здесь удивляется, когда вы только все успеваете. Ой, не говорите, мы сами удивляемся. А я ничего никогда не успеваю, я честно говорю. Маталья Аркадина из той же серии. Да. Продолжение следует...